Всем добрый день! Меня зовут Ламберов Лев Дмитриевич. На слайде вы видите электронный адрес, по которому со мной можно связаться, если у вас возникнут какие-то вопросы или вам захочется что-то обсудить. Сегодня я вам расскажу про современный теоретико-типовой подход к основанию математики и про некоторые философские проблемы, связанные с этим. На самом деле у меня вот эта вот большая тема разбита на три подтемы, и поэтому я предлагаю организационно поступить следующим образом. После каждой подтемы делать небольшой перерыв, ну там пять минут. То есть вместо двух лекций и десяти минут между ними у нас получится три лекции покороче и по пять минут между ними, примерно так. Мне кажется, так удобнее будет. Ну что ж, давайте тогда приступим непосредственно к сегодняшней теме. Я очень сильно постарался, чтобы материал был доступен для всех, в том числе для неискушенных в этой проблематике людей. Ну что ж, но тем не менее, все равно придется затронуть какие-то технические моменты. Если будут вопросы, то в конце я постараюсь оставить достаточное количество времени, чтобы на них ответить. Ну или в конце концов можете со мной связаться по электронной почте. Значит, для начала по поводу современных оснований такой обзор. чем же они отличаются от традиционного подхода к основанию математики, а именно от теоретика множественного. То есть сначала я поговорю о том, в чем состоят отличия теории множества, теории типов. И после этого мы перейдем непосредственно к некоторым философским проблемам, которые в связи с этим возникают, и как они решаются в рамках теоретико-типовых подходов. Для начала немного истории. Если говорить о том, как формировались эти два подхода, теория множества, теория типов, то надо сказать, что, конечно, теория множества гораздо старше, чем теория типов. Да, какие-то начатки теории множеств можно найти в работах Бальцана, в частности, его наука учений у Риммана есть какие-то соображения по поводу множеств. Ну, естественно, у Дудекинда, который, собственно, вместе с Кантером и стоит у истоков современной теории множеств. Ну, в таком уже, собственно, смысле слова, теория множества, ее история начинается с работ Кантера. Это вторая половина XIX века. Ну, то есть, вот первая работа, которая непосредственно посвящена этой проблематике, считается, это вот 1874 год, работа Георга Кантера. Георг Кантер сформулировал то, что сейчас принято называть наивной теорией множеств. Наивная она, потому что допускает, что, если так очень огрубленно говорить, допускает, что всякое свойство имеет объем. Да, вот любое свойство, какое бы мы ни определили, всегда есть объем каких-то предметов, которые этим свойством обладают. И вот этот объем, это и есть множество какое-то. То есть, совокупность предметов, которые можно характеризовать как предметы, обладающие определенным свойством. Но это приводит, конечно же, к ряду сложностей. Ну, в частности, достаточно быстро были обнаружены парадоксы. Сам Кантер обнаружил парадокс, который называется парадокс Кантера. Бураль-Форти обнаружил парадокс. Он назван в честь Бураль-Форти. Рассел обнаружил парадокс, парадокс Рассела. И много-много других парадоксов теории множеств, наивной теории множеств Кантеровской было обнаружено. Собственно, это привело к тому, что математики и философы стали задумываться о том, как нужно изменить эту теорию для того, чтобы избавиться от парадоксов, но при этом она была бы такой же привлекательной, такой же мощной, выразительной, как и наивная теория множеств. И несколько подходов было предложено, но в мейнстриме, скажем так, закрепился подход, который начинается с работы Цермела 1908 года, где Цермела, собственно, дает начатки формализованной теории множеств. Он формулирует некоторый набор аксиом. Эти аксиомы достаточно строгие. И Цермела в качестве обоснования для, в принципе, вот этого подхода говорит, что нам нужно избавиться от парадоксов, но так, чтобы все интересные результаты, которые в наивной теории множеств были получены, их также можно было получить и в формализованном варианте. Вот у него такое, то, что называется, внешнее обоснование было дано в 1908 году. В дальнейшем этот набор аксиомы несколько менялся. Ну, не сказать, чтобы очень сильно. Да, вот в частности, Френкель и одновременно с ним с Кулем в один тот же год, в 1922 году, публикуют работы свои, где предлагают несколько видоизменить набор аксиом Цермела и, в частности, туда аксиому замещения добавляют, которой Цермела не было. Собственно говоря, если брать вот сейчас теорию множества Цермела-Френкеля, которая так называется, теория множества Цермела-Френкеля, то там только одна аксиома предложена Френкелем, все остальные – это аксиомы Цермела. И в 1930 году Цермела публикует следующую свою работу, посвященную теории множеств, в которой он дает уже внутреннее обоснование для теории множеств. А именно он говорит о том, что теория множеств призвана схватывать то, что он называет кумулятивной иерархией. Мы начинаем с какого-то фундамента и в дальнейшем строим все возможные множества, которые мы на этом фундаменте можем построить. И на каждом шаге мы строим все больше и больше множеств. Например, у нас нет сначала ничего, у нас фундамент пустой, допустим. Это один из возможных вариантов. Соответственно, на первом этапе у нас строится пустое множество, потому что не из чего строить. На втором этапе у нас строится множество, содержащее пустое множество, ну и так далее, и так далее. И вот мы строим всю Вселенную множеств. С другой стороны, теория типов возникает немножко позже, но она возникает в некотором смысле в противовес теоретикам множественному подходу, потому что теория типов изначально была предложена Расселом, и Рассел ее мыслил как такой логический подход к основанию математики, как попытка дать более простые основания для математики, чем те, которые даются теории множеств. Правда, в дальнейшем теория множеств развивается скорее маргинально по отношению к основаниям математики и к математике вообще. В основном она развивается в рамках компьютерных наук. Крупные такие работы — это начало XX века Рассела, потом, конечно же, в принципе математика, где Рассел и Свайтхедем используют разветвленную теорию типов для обоснования математики. В дальнейшем появлялись работы, допустим, у Рамса есть работа, посвященная теории типов, но в целом никаких серьезных прорывов сделано не было. Серьезный прорыв был сделан в 1940 году, а он за Чорчем. До этого, в 1930-х годах, Чорч разрабатывает лямбда исчисления как систему, в которой он пытается изучить понятие подстановки. Вот у нас есть функция, мы туда подставляем какое-то что-то в качестве аргумента и какой-то вычислительный процесс у нас осуществляется. Чорч заинтересовался тем, как это происходит. Он построил сначала один вариант лямбда исчисления, он оказался противоречивым, потом он построил еще один, он опять оказался противоречивым. После этого Чорч решил, что нужно добавить типы для того, чтобы избавиться от противоречий. В 1940 году он опубликовал работу, где он строит лямбда исчисления, совмещенные с теорией типов. И в дальнейшем теория типов развивалась в основном в рамках компьютерных наук и в рамках поддисциплины логики, а именно теории доказательств. Большой прорыв был достигнут в работах Мартина Лёфа. Это 70-е, 80-е годы, где Мартин Лёф показал, что есть не просто какие-то простые типы, но и типы гораздо более сложной структуры, с помощью которых можно выражать предикаты, квантеры и всякие другие интересные вещи. И в конце концов это привело к тому, что филдсовский лауреат Владимир Войводский начал развивать унивалентный подход к основанию математики. К нему подключились многие другие исследователи. Стивен Оудива здесь обозначен на слайде. Это уже современный подход, но, к сожалению, Войводский не так давно, несколько лет назад ушел из жизни, но, в общем-то, унивалентные основания продолжают развиваться. Это вот очень-очень свежие разработки. Единственная такая крупная книга, которая по унивалентным основаниям написана, была выпущена в 2013 году. То есть еще вот даже 10 лет еще не прошло. Но, в принципе, Войводский эти исследования начинает где-то в середине 2000-х годов. И вот сейчас они прямо очень-таки... Это очень горячая тема. Она очень активно обсуждается математиками и философами, которые интересуются основаниями математики. Я сказал о том, что теория множеств появилась немножко раньше, и она появилась и достаточно быстро стала таким мейнстримом основания математики. Де Кинт использовал теорию множеств для того, чтобы построить действительные числа. А мы знаем дедекинтовые сечения. Действительные числа, как дедекинтовые сечения. Боррел и Лебек использовали ее для разработки теории меры. Адамар и Гуврвиц использовали для построения анализа. Понкаре для топологии, хотя вот с Понкаре... У Понкаре к теории множеств отношения было несколько амбивалентные. Сначала он с воодушевлением принял теорию множеств и говорил, что вот у нас наконец появилась та теория, которая нужна для разработки всей математики. Но после того, как в теории множеств начали обнаруживать парадоксы, Понкаре как-то от нее отошел и перестал уже так воодушевленно к ней относиться. И, собственно, в конце концов, он пришел к своему предиктивистскому подходу. Естественно, тут надо указать Гильберта. Гильберт, который знаменит тем, что он сказал, никто уже нас не выгонит из того рая, который для нас создал Кантер. Ну и, естественно, Бурбаки, коллективный псевдоним французских математиков, которые предлагали, в принципе, перестроить математику, осуществить такую очень серьезную революцию и перестроить все на основе только одной теории множеств, чтобы все именно было выражено через теоретико-множественное понятие. Ну, если вот посмотреть на то, как выглядит современная математика, то надо сказать, что математика сейчас становится очень сложной. Но сложной она становится не из-за того, что там какие-то суперпродвинутые исследования проводятся. Нет, она становится из-за того, что просто результаты становятся очень громоздкими. Ну, например, в теории графов есть такая теорема Робертса и Сеймура. В совокупности она занимает, ну, доказательство этой теоремы занимает около 500 страниц. И опубликовано это доказательство было в виде серии статей по 20 страниц каждой. То есть они там в каждый номер журнала такую вот статью по 20 страниц отправляли. И в итоге за несколько лет удалось доказать, как бы опубликовать это доказательство. Ну, надо сказать, что эта теорема на самом деле одна из ключевых теорем в теории графа. То есть это не какой-то посторонний дополнительный результат. Это одна из базовых теорем. Вот есть еще теорема Олмгрена. Она вообще является базовой теоремой для геометрической теории измерения. И ее доказательство занимает 1728 страниц. То есть вот теорема и доказательство почти в 2000 страниц. Ну, то есть Олмгрен там 20 лет, условно говоря, работал над доказательством этой теоремы, одной-единственной. Потом ее в течение 10 лет проверял коллектив математиков. В итоге они так до конца проверку и не завершили. И вот эта теорема у нас сейчас есть. Ну, и кроме того, есть разные варианты использования компьютеров для построения математических доказательств. В частности, вот очень знаменитое доказательство было построено Хейлсом в 1998 году. Это доказательство упрощенного варианта гипотезы Кеплера. Гипотеза Кеплера говорит о наиболее компактном способе упаковки сфер. Она утверждает, что самый компактный способ это складывать сферы друг на дружку в виде пирамиды. Так мы больше всего сфер в ограниченный объем сможем запихнуть. Это гипотеза Кеплера. Она была доказана Хейлсом в 1998 году с помощью вычислительной машины. И доказательство сводится к тому, что нужно решить 100 тысяч задач линейного программирования. Доказательство теоретическая часть занимает 300 страниц плюс еще 50 тысяч строк кода. В дальнейшем это доказательство было немножко упрощено. И количество строк кода в 2006 году сократили до 15 тысяч. В общем, проблема в том, что эти доказательства настолько огромные, что никакой математик не может просто так его прочитать на досуге, условно говоря, понять это доказательство и удержать его в голове. Из-за этого современная математика становится очень и очень сложной. Кроме того, надо еще отметить социальный эффект. Количество математических журналов постоянно растет. Количество результатов, которые там публикуются, естественно, тоже возрастает. И уследить за всем этим потоком новой информации отдельно взятому человеку просто-напросто невозможно. Это как бы издержки специализации. В связи с этим возникает два принципиальных вопроса. Кто, конечно, виноват, и что же с этим делать? По мнению некоторых исследователей, и мне это мнение очень сильно симпатично, нужно работать с основанием математики и нужно работать с правильной формализацией. Правильная здесь взята в кавычки. Что же это за правильная формализация? Правильная имеется в виду, что такая формализация, которая не будет создавать для нас новых проблем, связанных со сложностью. Если мы вспомним теорию множества, как она развивалась в Бурбаке, и как Бурбаке предлагали сводить арифметику к теории множества, то мы ужаснемся. Потому что есть даже специально теорема доказанная о том, что формализация числа 1 с помощью теоретика множественных принципов Бурбаки будет занимать столько-то знаков. И вот это число знаков, число символов, оно очень большое. То есть, чтобы выразить просто единицу, с помощью вот этого формального подхода, предлагаемого в Бурбаке, нам придется исписать, ну, как минимум, несколько тетрадей. Это очень неудобно. Никто не хочет работать с такими вот странными, огромными конструкциями. Мы хотим от этого уйти. Нам нужно сделать математику проще для людей. Вот как это сделать? И вот чем интересен теоретико-типовый подход? Тем, что он предлагает в некотором смысле, если так метафорически выражаюсь, реформацию святой веры. Это термин, который предлагает Бог Роберт Харпер. Он говорит, что вот здесь некоторая святая вера. Святая вера, состоящая в том, что математика — это собрание вечных истин. И эти вечные истины, они скреплены друг с другом аксиомами теории множества. А теория множества, она выражена на языке логики предикатов первого порядка. Вот эта вера, она как возникает примерно в конце 19 века, а так она до сих пор длится. Если вы спросите, проведете социологический опрос среди математиков, то 95% наверное вам скажут, что теория множества — это основание математики, никуда от этого не деться. Вся математика сводится именно к теории множества. Как к семантической теории множества, в каком-нибудь ее варианте. Ну, скорее всего, Цермелла Фрэнкеля скажет. Что же предлагается в связи с этими проблемами сложности, о которых я, кстати, буду еще дальше подробнее говорить, о сложности доказательств. Предлагается создать новый символ веры. Символ веры, который заключается в три единстве вычисления. Хартер говорит о том, что вычисление, оно едино, но оно манифестирует себя подобно христианскому Богу в трех лицах. Оно манифестирует себя в форме логики, где мы имеем пропозиции или, если хотите, высказывания и доказательства. В форме программирования, где мы имеем типы и функции. И в форме категории, где есть специальные операции для сведения более сложных конструкций к простым. Она называется «минус один обрезание» и обобщенные элементы. Как это все работает? Давайте сравним теоретико-типовой подход, такой пока еще обобщенный теоретико-типовой подход, с теоретикой множества. Различия между ними достаточно большие. Можно выделить структурные различия, различия объектов, которые постулируются той и другой теорией, различия статуса суждений и высказываний. Об этом я тоже подробно скажу. Различия в определении понятия функции, экстенсиональности, интенсиональности и так далее. В общем, различий достаточно много. Я остановлюсь только на некоторых ключевых из них. Для начала структурные различия. Что собой теория множеств представляет? Формализованная теория множеств. Она представляет собой содержательные аксиомы. То есть у нас есть какая-то содержательная теория. Базовым понятием этой содержательной теории является отношение принадлежности элемента множества. Мы обозначаем это отношение каким-то значком. Это у нас нелогический термин. Дальше мы туда добавляем какую-то логику, некоторую внешнюю дедуктивную систему. Обычно это первопорядковая логика. Формулируем аксиомы, которые описывают наше представление о том, как работает вот этот нелогический термин принадлежности элемента множества. И затем выводим с помощью дедукции теоремы. То есть у нас логика получается некоторый внешний каркас. Вот есть теория содержательная, есть логика, как внешний каркас. Логика придает форму нашей теории множеств. И с помощью логики мы получаем новые теории. В теории типов у нас ситуация совершенно другая. Нам никакая внешняя логика там не требуется. И у нас содержательно тоже особо ничего нет. У нас нет никаких нелогических терминов в теории типов. У нас сама по себе логика уже встроена в теорию типов. Теория типов представляет собой некоторый синтаксис, который определяет то, какие преобразования над символами мы можем осуществлять. Какие преобразования разрешены, а какие запрещены. Никакой интерпретации пока там еще нет. То есть если у нас в теории множеств изначально уже предполагается, что мы говорим об элементах, о множествах, о том, что они себя каким-то образом ведут, есть какие-то объекты вот такие, то в теории типов это не предполагается. Мы в некотором смысле осуществляем симуляцию тех объектов, о которых мы хотим говорить. Допустим, мы хотим говорить о натуральных числах. Мы говорим, ну хорошо, пусть у нас будут натуральные числа. Мы прямо так и делаем. Вот у нас есть натуральные числа. Они себя ведут вот так и вот так. И в дальнейшем мы доказываем какие-то теоремы относительно этого. То есть теория типов становится более естественной. Вот как в геометрии у нас принято, что есть точки, есть прямые, есть плоскости. И это все разные сущности. Вот если мы с теоретикой множественной точки зрения подойдем, то это, конечно, разные сущности, но все они будут сводиться к множеству. Все они будут множествами просто разного вида. В теории типов они ни к чему не будут сводиться, они будут отдельными сущностями, будут отдельно точки, отдельно прямые, отдельно плоскости. Они не будут никак друг с другом коррелировать. Ну, конечно, мы можем сказать, что прямая, например, состоит из точек, или плоскость состоит из точек, допустим. Мы так можем определить. Но ничего нам не мешает работать с этими объектами, которые вообще никак друг с другом взаимодействуют. То есть как хотим синтаксис построить в теории типов, так мы и сделаем. И никакие дополнительные внешние принципы здесь никакой роли играть не будут. Теперь о различии объектов. Я уже начал немножко говорить о том, что в теории множеств предполагается, что все сводится к множествам. То есть кроме множеств у нас, по идее, ничего нет. Мы хотим говорить о числах, но числа — это множество. Мы хотим говорить о точках, но точки — это множество какие-то. Если брать конкретно теорию множеств Армела Фрэнкеля, то там только множество и существует. Если мы никакие так называемые ур-элементы туда не введем. Это элементы, которые сами множествами не являются. Но обычно без них обходятся, особенно в основаниях математики. То есть теория множеств предполагает, что все является множествами. И в рамках теории множеств, например, наивной считается, что объекты, о которых идет речь, они интуитивно понятны. Все понимают, что такое множество. Это какая-то совокупность. Но вот это интуитивное понимание, оно, конечно же, играет определенную злую шутку. Если мы считаем, что множество — это совокупность, и любая совокупность является множеством, то есть мы можем задать некоторые свойства, как я вначале сказал, и это свойство будет определять множество, то тогда у нас возникают парадоксы. У нас множество всех множеств тогда возникает, которое непонятно, само-то оно множеством является или нет. Если является, то оно должно само себя включать в качестве множества. Если оно не является, то почему тогда оно множеством называется? Это парадокс Каттера. Бураль и Форти — это парадокс об ординалах. Если мы возьмем все ординалы, все ординальные числа, и объединим их в одно множество какое-то, то вот это большое множество, оно тоже будет ординальным числом. Оно тоже должно само себя содержать. Но тогда должно быть еще большее множество, которое содержит все ординалы. Ну и то же самое с парадоксом Рассела, который, я думаю, всем хорошо известен. Вот. Считается, что объекты интуитивно понятны, но у нас возникает такая вот дилемма. Либо интуитивная понятность, либо парадоксы. Ну, то есть, либо интуитивная понятность и парадоксы, либо мы от парадоксов откажемся, и у нас будут какие-то очень странные громоздкие аксиомы, как в теории множества современного Фрэнкеля. Но при этом парадоксов не будет. Ну, вот такой выбор. И поведение объектов, собственно, о которых теория множества говорит, она определяется вот этим аксиомом. Да, у нас, например, там есть какая-нибудь аксиома пары. Она говорит, что вот если есть два множества, то можно сделать третье, которые будут содержать эти оба, например, в качестве элементов. А есть какие-нибудь сложные аксиомы, типа вот аксиомы замещения уже упомянутой, которые очень странным, иногда контринтуитивным образом работают. Что вот мы должны взять множество, вместо каждого из элементов этого множества поставить что-то другое, потом по аксиоме объединения раскрыть, и у нас получится множество еще новое, какое-то большое. Ну и, в принципе, еще аксиомы обосновываются с помощью так называемой доктрины ограничения размера. Она говорит о том, что не могут существовать множества слишком большие. Вот типа множество всех множеств, например. Такие большие множества существовать не могут. Но что значит большой размер, непонятно. Никто так и не определил, что значит множество слишком большого размера. В теории типов объекты могут быть не настолько интуитивно понятными, но при этом они считаются естественными. Они ведут себя в соответствии с правилами, с помощью которых мы эти объекты задаем. Мы даем правила построения обязательно, правила использования этих объектов, то есть введения и удаления. Даем правила вычисления, как вычисления строятся этими объектами. И вот эти правила определяют, как эти объекты себя ведут. Они действуют строго по этим правилам. И у нас получается еще такая интересная особенность, что некоторый терм, то есть объект теории типов, он может обладать только одним типом. Если что-то относится к типу натуральное число, то к типу действительное число он уже относиться, по идее, не может. Ну, тут возникает вопрос, а вот число 2 – это что? Это натуральное число или это действительное число? Или это может быть рациональное число? С точки зрения теории типов, мы должны четко различать двойку как натуральное число, двойку как рациональное и двойку как действительное. Это разные объекты, они будут вести себя разным образом. Мы, конечно, можем ввести специальные инструменты для того, чтобы эти все двойки можно было уравнивать друг с другом и говорить, что на самом деле это один и тот же объект. Но это требует определенных изменений. Теперь о суждениях и высказываниях. Высказываниями я буду называть то, что можно оценить на истинность и ложность. Вот в теории множества у нас есть высказывания. А малое является элементом А большое. Вот как здесь на слайде у меня написано. Это высказывания. И мы всегда можем проверить, истинно это или ложно. Мы можем взять это множество, А большое, и посмотреть, есть там такой объект А, такой элемент, или нет. Если он там окажется, значит, это истинно. Если не окажется, значит, ложь. В теории типов у нас вот таким вот образом с использованием двоеточия записываются суждения. Суждения не предполагают истинности и ложности. Суждение вот такой формы читается, что А малое относится к типу А большое. Предполагается, что А малое нам дано как некоторое... У нас есть оно как нечто данное, как некоторый данный объект, и мы заранее знаем, что этот объект имеет определенные характеристики. То есть мы можем сказать, например, вот у нас есть 2, это натуральное число. То есть мы уже знаем, что двойка, это натуральное число. Нам не надо как бы брать натуральные числа и смотреть, есть там среди них двойка или нет. Нам это не требуется. Мы уже заранее знаем, что вот у нас есть объект какой-то, и он обязательно такими характеристиками обладает. И в теории типов суждения не оцениваются на истинность или ложность. Они описывают скорее контекст нашего знания. То есть нам известно определенный набор фактов о мире. Мы точно знаем, что эти факты выполняются. Нам не надо идти в мир и смотреть, действительно они там имеют место или нет. Наша теория уже заранее говорит, что вот так есть и все, по-другому никак быть не может. Просто значки себя не могут вести себя по-другому. И в теории типов есть много разных видов суждений. Есть суждения типизации. Это вот как здесь на слайде малое относится к типу А большое. Типовости – это когда мы говорим, что нечто является типом равенства термов некоторого типа. Когда мы говорим, что А и Б равны, и они относятся к одному и тому же типу. И равенство для типов еще есть. Осуждения определяются индуктивным образом, то есть они уже внутри себя содержат определенную логику, определенные правила, которые можно использовать при доказательствах. Часто строятся доказательства по индукции. И такая вот структура определения осуждений, она позволяет эти доказательства получать. Вот когда говорят о суждениях и высказываниях, то достаточно проблемной ситуацией является использование нелогических терминов в теории множеств. А именно теория множеств предполагает некоторую двусмысленность. Все теории множеств, которые считаются основанием математики, мейнстримными основаниями математики, они являются материальными. Материальными, потому что они называются материальными. Имеется в виду, что там есть базовый примитивный термин. Это принадлежность элемента множества. И мы экстенсионально определяем все отношения. Есть еще структурная интерпретация теории множеств, но она больше в теории категорий. То есть это вот такая вот теоретика категорная, теоретика типовая сторона. Там нас уже не интересует принадлежность одного какого-то отдельного объекта, какому-то множеству или каким-то множеством. Нас интересует отношение между множествами или отношение между объектами. То есть какая-то структура. В материальных теориях, и теория множества термила Френкеля, к ним, конечно же, относятся, вот такая вот запись, а мало является элементом, а большое, как я уже говорил, является высказыванием. Вот в структурных, подобно тому, как это в теории типов происходит, оно является суждением и не требует доказательства. Ну вот мы можем рассмотреть такой вот пример. Допустим, вот у нас есть какое-то утверждение. Для всякого х, такого, что х является действительным числом, х в квадрате больше либо равно нулю. Здесь у нас используется переменная х. Вот у нас есть вхождение переменной х вот здесь, в квантерное выражение. И у нас есть, собственно, в подквантерном выражении вхождение переменной х. В материальных теориях вот это вот высказывание, будет анализироваться как импликация. Оно будет анализироваться так. Для всякого х, если х – действительное число, то х в квадрате больше либо равно нулю. Вот и возникнет у нас такая ситуация, что, во-первых, нам нужно просматривать наш универсум и находить, является ли какой-то х действительным числом или нет. Во-вторых, у нас может возникнуть проблема, так называемая проблема пустой истины. Если у нас в универсуме нет ни одного объекта, который бы был действительным числом, то это высказывание будет тривиально истинным, потому что антицидент импликации ложен, а при ложном антициденте импликация всегда истина, независимо от того, каким бы был консекрет. Независимо от того, больше х в квадрате нуля или меньше, вообще без разницы, все равно истина получится. То есть у нас возникает вот такая вот сложность. Но сложность эта становится еще более серьезной, если мы посмотрим что-нибудь вроде вот такого. Допустим, у нас есть L. L – это множество комплексных чисел с действительно частью 1, 2. И тогда можно попытаться доказать, что если выполняются следующие два условия, во-первых, для всякого z, который является комплексным числом z от z равна нулю, то есть значение z функции от z равно нулю, и при этом z не является отрицательным целым числом, то z будет элементом множества L. Здесь возникает двусмысленность следующего рода. Интуитивно, вот когда мы в неформализованной математике работаем, когда мы еще не сводим математику в теорию множества, мы не считаем вот эту вот запись, z является комплексным числом, высказываем. То есть мы считаем, что это число z, как комплексное число, оно уже нам заранее дано. Вот мы уже заранее отобрали все комплексные числа и берем значение оттуда. Оттуда подставляем значение в нашу формулу. При этом вот эта вот запись, z является элементом L, является высказыванием. То есть мы ее доказываем. Высказывание – это что-то, что может быть истинным или ложным. То есть что-то, что требуется доказательства или требует опровержения. Мы строим доказательства, значит, мы доказываем, истинно это или ложным. И у нас получается, что вот этот вот значок принадлежности элемента множеству, он двусмысленно употребляется. В первом случае он употребляется в структурной интерпретации, а в втором случае он употребляется в материальной интерпретации. Вот в теории типов никаких таких двусмысленностей нет. В теории множеств вот такие двусмысленности легко возникают. По поводу разницы в определении понятия функции. В теории множества функция определяется как множество кортежей. Это неудивительно, потому что в теории множества все является множеством, и функции тоже являются множеством. Равенство функции тогда у нас определяется как равенство множества. И, соответственно, в теории множества мы можем определить вообще любые функции, даже такие, которые вычислить нельзя. Но что такое функция, которую нельзя вычислить? Это с точки зрения особенно конструктивистского подхода, это какая-то эфемерная, очень странная сущность, которая в принципе невозможна. В теории типов у нас функции определяются как некоторая вычислительная процедура. И эта вычислительная процедура описывается с помощью лямбда-выражения. То есть функция – это описание некоторой операции, которую нужно произвести над аргументами для того, чтобы получить какое-то значение. Функция – это алгоритм в теории типов. То есть там у нас чисто конструктивный подход. Есть функция как алгоритм, то есть только вычислимые функции. Никаких невычислимых функций у нас там просто-напросто нет. Но тогда у нас возникает сложность с понятием равенства. Понятие равенства для функции перестает быть простым. Потому что что значит быть равным для двух алгоритмов? Когда мы можем сказать, что два алгоритма равны? Если они для одинаковых аргументов дают один и тот же результат, это еще не значит, что они одинаковые. Можно вскипятить чайник с помощью электричества. Можно вскипятить чайник, развести костер в лесу и на костре чайник вскипятить. Результат будет одинаковый. Аргументы нашего алгоритма будут одни и те же. Это чайник и вода. Результат тоже будет сходный. И в первом случае у нас будет кипяченая вода. И во втором случае у нас будет кипяченая вода. Но это все-таки действия очень сильно различающиеся. И они очень сильно различаются, особенно по энергозатратам. Если электричество стоит дешево, например, то мы достаточно быстро можем вскипятить чайник с помощью электричества. А чтобы в лесу вскипятить чайник, нужно набрать дрова, развести костер. В общем, это все занимает время какое-то. И энергозатраты, естественно, будут намного выше. Для функций простого понятия равенства в теории типов уже нет. Потому что мы работаем с такими вычислительными нюансами. Но зато в хорошей системе типов, хорошо типизированными, будут только такие термы, вычисления которых гарантированно завершаются. То есть мы всегда точно знаем, что вычисление будет закончено. У нас никогда не возникнет ситуации, когда мы машину включили, и она у нас вдруг не останавливается. Вот что-то вычисляет, вычисляет, вычисляет. И бесконечное время на это требуется. И она все вычисляет, и вычисляет, и никак результат нам не даст. В хорошей системе типов, хорошо типизированные термы всегда вычисляются. Всегда будет какое-то значение. То есть их всегда можно привести к так называемому каноническому виду. Ну и по поводу естественности я уже говорил. Множество, конечно, могут казаться естественными. Да, ну может быть наше мышление просто так устроено, что мы любим складывать предметы в разные емкости, какие-то хранить предметы как-то систематически, да. Вот, ну то есть собирать их в совокупности. Но для математики вот эта вот особенность человеческого мышления не очень подходит. Типы выглядят гораздо более естественными. Да, вот я уже говорил о том, что в геометрии мы естественным образом выделяем точки прямые и плоскости, да. И считаем, что это все разные какие-то объекты, которые друг к другу не сводятся. И статус у них совершенно разный. Вот. И с помощью типов мы можем достигать этого. Ну и кроме того, с помощью типов мы можем гарантировать некоторое единство для математики. Да, у нас получится, что математика представляет собой несколько уровней, да, но какие-то базовые идеи, какие-то методы построения доказательств, получения результатов, они очень сильно схожи на этих разных уровнях. И сходство это мы можем с помощью типов описывать. Вот. Они будут структурно схожи. И с помощью типов мы легко можем это описать. С другой стороны, у теории множеств редукционистский подход, да. У нас вся математика сводится к одной теории, к теории множеств. Ничего другого не надо. Вот нам только дать теорию множеств, и все. Будет вся математика построена. Но, значит, это приводит к тому, что приходится абстрагироваться от каких-то интересных особенностей объектов, да, отбросить некоторые интенсиональные или иногда даже гиперинтенсиональные особенности для того, чтобы работать с чисто экстенсиональными отношениями. Вот. Ну и в итоге у нас получится, конечно же, свести к множеству все, если мы это сотворим. Теперь, как выглядит современная теория типов в двух словах. Я более подробно буду дальше об этом говорить. Современная теория типов, ну, в настоящее время для унивалентных оснований математики, которые я в самом начале упомянул, используется так называемая гомотопическая теория типов. Она строится на основе алгебрической топологии. И в гомотопической теории типов есть такая называемая доктрина высказывания, как некоторые типы. Об этом я тоже подробнее дальше буду говорить. Вот. Она очень мощная, но у нее есть одна особенность. Она не совсем конструктивная. Хотя она претендует на конструктивность, но она неконструктивная из-за одной аксиомы. Аксиомы невалентности. Вот она здесь приведена. Аксиомы невалентности. Это, собственно, та новаторская аксиома, которую Воеводский предложил. И эта аксиома лежит в основе всего невалентного подхода современного к основанию математики. Эту аксиома можно прочитать примерно таким образом. Равенство двух типов эквивалент на эквивалентность. Звучит это очень странно, но эта аксиома схватывает одну очень важную идею, которую математики и до Воеводского, конечно же, использовали. А именно это работа с эквивалентными объектами, эквивалентными в смысле некоторой структурной эквивалентности, то есть с изоморфными объектами, как с равными. То есть если мы говорим, что вот есть два объекта, у них одинаковая структура, значит мы можем говорить, что это на самом деле один и тот же объект. Вот так вот. Например, мы строим какое-то доказательство, если мы знаем, что действительные числа можно определить и под этойкинду, и можно их определить по каши, но это одни и те же действительные числа. Если мы строим доказательства, и сначала мы используем, например, действительные числа по Dedekind, в какой-то момент мы замечаем, что если бы мы сейчас использовали действительные числа по каши, то мы бы уже завершили доказательства. Но так как мы знаем, что это одни и те же объекты, мы всегда можем переходить, переключаться между ними. Раз мы так говорим, ну все, это то же самое, что действительные числа по каши, поэтому наше доказательство завершено. С помощью таких трюков можно значительно доказательства упрощать. И еще используются высшие индуктивные типы, о них я тоже кое-что скажу дальше. Я уже упомянул книгу по унивалентным основаниям математики, она называется «Гомотопическая теория типов и унивалентное основание математики», написанное коллективом авторов, там большое количество, около 30 человек ее написало. Сокращенно ее называют «Ход», «Homotopy Type Theory» по-английски. Опубликована она в 2013 году, и она до сих пор продолжает дорабатываться, то есть ее в электронном варианте можно на сайте этого проекта скачать, самый свежий вариант, она разделена на две части. Первая – это основание, там, собственно, строится гомотопическая теория типов, объясняется, что это такое, как это все работает. И вторая часть – это математика, там строятся по меньшей мере фрагменты теории гомотопии, теории категорий, теории множеств, и строятся действительные числа и по каши, и по детективу. То есть это вот такой вот очень интересный подход к основанию математики современной. Вот. Первая часть моего сегодняшнего выступления завершена. Если у вас есть вопросы, давайте я сразу же на них отвечу. Если нет, то мы можем сделать короткий перерыв на 5 минут и перейти дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!